Всем привет, с вами Тед. И сегодня вы узнаете, почему протосы выигрывают крупные соревнования, как на это повлиял баланс и развитие StarCraft 2, ну и конкретно, каким образом Alex007 Pass сохранил нашу любимую игру StarCraft 2. Не будем тянуть сразу к делу. Для вашего удобства перемещаюсь в нижний угол. А также сегодня не только разговорное видео, все будет подкреплено примерами из игры, поэтому будет очень интересно. Итак, посмотрите на 2014 год, прямо надо мной. Практически каждый турнир выигрывает протос. Посмотрите, просто все турниры выигрывают только протосы. Но отправившись немножко вперед в 2014 год, мы не видим вообще ни одного протоса и видим полнейшую доминацию террена. Но чуть-чуть вперед в 2014 году продвинувшись, мы не видим ни одного протоса в топ-1 и видим полнейшую доминацию терренов и зергов. Что влияет на такие результаты? Неужели прогеймеры учат новые стратегии, придумывают, как им побеждать? Нет, ребята, конечно же, это не так. Прогеймеры просто играют в игрушки, а все за них решают ребята свыше. Это делают Blizzard. Конкретно команда баланса. Что же изменилось тогда? Именно в это время такой юнит, как Мазершип Кор, для тех, кто не знает, это было такое вот ядро, вот такой вот круглый юнит, который летал, это был как геройский юнит у протоса, и он очень помогал на начальном этапе игры. Почему же он перестал помогать? Наверное, потому что Мазершип Кору уменьшили радиус обзора с 14 до 9. Насколько сильно это влияет на баланс? Неужели настолько, что Терраны начали выигрывать каждого протоса? И я вам скажу, конечно же, нет. На самом деле, именно в этот момент, в этом году, ввели очень интересный патч. Терранам, а конкретно Мине, сделали дополнительный сплэш урон. Если раньше Мина наносила 40 урона сплэшем, то есть не конкретно первой цели, по которой она попадает, а тем, которого рядом, то теперь она начала наносить 40 урона сплэшем, плюс 40 урона по щитам. То есть только по юнитам протоса она начала сплэшем бить в 2 раза сильнее. Как это выглядит в игре? Итак, Мина бьет сплэшем примерно в таком радиусе. Это четкий радиус, и еще до сюда достреливает. Там еще есть небольшой радиус. Мы возьмем вот этот близкий. Возьмем, к примеру, Сталкера, такого юнита, как у протоса. Если раньше Терану было необходимо целых 4 мины, чтобы уничтожить вот эту группу Сталкеров, то есть им нужно было 8 лимита против 18, 100 газа против 450 и 300 минерала против 1125, чтобы сделать вот такой маневр. К примеру, Сталкеры идут, мины стреляют, и... нету Сталкера. Да, такое бывает. И это на самом деле катастрофические вложения для Терана. Очень катастрофические, потому что вы понимаете, что 100 газа Терану добыть почти невозможно. Потому что Теран — это очень сложная раса, и ей очень тяжело добывать ресурсы. Что же изменили? Увеличили урон в 2 раза. То есть после этого патча Терану нужно было 2 мины, чтобы убить вот эту вот группу Сталкеров. Сейчас они выживают, да? То есть это был потом небольшой нерв вот этих же мин, которым убрали с 40 урона до 35 по щитам. Понимаете? Таким образом, таким образом, Blizzard нашли баланс. То есть они пробовали 4 мины. Они пробовали 4 мины, они понимали, что 100 газа Терану, как самой сложной расе, очень тяжело добыть. То есть протас — это легко. Протас — вы берете рабочего, отправляете его, он строит здание и уходит, а здание само строится. Значит, протасу очень легко. А Теран должен отправлять рабочего, и рабочий должен работать. Он должен строить здание. И пока он строит здание, он не может добыть газ. Очень тяжело добывать ресурсы за Терана. Это практически нереально сделать. Поэтому, когда они сделали вот этот вот патч, понимаете, Тераны поняли, что всё, да, вот это вот, честно, это баланс. То есть вот 150 минерала и 50 газа против 1000 минерала и 500 газа там примерно. Да, то есть вот это вот, вот это вот, это, в принципе, баланс. Вот примерно так выглядел баланс, только все сталкеры ложились. Вот, сейчас в Legacy of the Void Теранам стало немножко-немножко полегче, потому что темп игры стал быстрее, всё стало немножко как-то быстрее добываться, что ли, да, и чуть-чуть, чуть-чуть убрали урон мином и сделали баланс, понимаете, да? То есть теперь три мины уничтожают все сталкеры. Вот это вот текущий баланс-патч. За 75 газа мы можем уничтожить 18 лимита процесса. Blizzard пришли к балансу. С этого момента терраны наслаждались своей доминацией. Но! В 2015 году что-то опять пошло не так. Посмотрите, что-то пошло не так. Поротосы опять захватили преимущество и стали на первые позиции рейтингов. И ладно бы это был какой-то один протос, как, например, Zerg Serral. То есть какой-то один, да, великолепный профессионал. Так нет, посмотрите, все протосы занимали лидирующие позиции в 2015 году. И Zest, и Reign, и Classic, и Hero, и Parting. Вообще все, по сути, протосы заняли призовые места. Что могло произойти в это время? Те, кто смотрел внимательно, конечно, поймут. Вышел патч. Этот патч просто-напросто взорвал. Взорвал весь StarCraft, потому что такой доминации протосов не видел никто. Все понимают, что выучить новых стратегий, придумать, как бороться с другой расой, невозможно. То есть возможно надеяться только на баланс патч. И он выходит. Свармхосты стали стоить меньше на 100 минералов и больше на 100 газа. Это сделало их очень дорогими и бесплатные юниты стали чуть-чуть дороже. Также именно в этом патче локусты смогли научиться летать. До этого они ползали только по земле. То есть бесплатные юниты ползали по земле, теперь они могут залетать на базу к сопернику. Также убрали автокасту локустов и увеличили их кулдаун. То есть да, в то время была проблема очень длинных игр. Игры могли достигать и 5 часов, и 6 часов. Можно было играть одну игру. Blizzard в принципе поняли, что есть этому какая-то причина. Они долго искали, они долго искали причину, из-за чего игра может длиться где-то 6-7 часов. И они нашли. Они пересмотрели все игры, которые длятся 6 часов и нашли кое-что одно. Они поняли, что зерк, который закопал локустов и поставил их на автокаст, оказывается, не тратит ресурсы на бесплатных юнитов. Они подумали, хорошо, а почему же соперник тогда не нападает? И они поняли, ага, у соперника это юниты платные, сопернику-то приходится платить за это. Да. Странно, что он не нападает, но ладно. Наверное, надо занерфить, попробовать, посмотреть, что получится. У них это получилось. У них получилось поднерфить зергов, и это хорошо сказалось на играх против Терана. Также Терану, а конкретно Рэйвену, они занерфили обилку Point Defense Drone. Что он делал? У Рэйвена была такая способность. Он выпускал дрон. Вот такой вот дрончик. И этот дрон автоматически сбивал все дальние атаки. И длился 180 секунд. То есть, выпустив дронов за энергию кучкой Рэйвенов, вы создаете барьер от дальних атак, которые не могут уничтожить даже самих дронов, потому что они сами блокируют дальние атаки. Таким образом, получалось, что внезапно в лейтгейме вам стоит как бы строить вроде бы каких-то ближних юнитов, но оказывается ближние юниты это зерлинги и зилоты. Но они как-то так не работали в лейте особенно, да? Поэтому, в общем, так вот они исправили. Но, и мы приходим к самому главному. За счет чего протасы начали побеждать. За счет чего они жестко начали тащить. Посмотрите, темпесту снизили урон по массивным юнитам с 50 до 14 урона, до плюс 4. То есть почти в 4 раза уменьшили дополнительный урон по батлкрузерам, торам и брудлордам. И это ключевой нерв, это ключевой баланс патч, из-за которого протасы начали дико тащить. Протасы поняли, что теперь, когда они выходят в лейтгейм, им придется сражаться с бесплатными юнитами зерга, либо с социальным дрончиком террена, который блокирует каждую воздушную атаку и дальнюю атаку конкретно, своими юнитами, за которых придется платить. Протасы не хотят так играть, и этот патч сыграл злую шутку со всеми. Он сказал протасам, этот сам патч, что, ребята, если вы за 10 минут не закончите игру, то вы проиграли. Мы не хотим играть с вашей расой в долгие игры. В долгие игры пускай играют зерги и террены, у кого есть бесплатные юниты и прочие штуки. И протасы начали чизить, агрессировать и, в принципе, выигрывать. И после этого мы пришли к Legacy of the Void к 17-му году. Протасов окончательно уже занерфили, их только нерфили с этого момента. То есть Близзы забыли о том, что протас, в принципе, может играть в лейтгейм. Они просто его нерфили, нерфили, нерфили протасов, потому что протасы вроде бы как бы выигрывают, но они протасы выигрывают там за 7 минут, но за 10 уже проигрывают, к примеру. Только там другое время было в ходсе, неважно. А что у нас в Legacy of the Void? И при чем тут Алекс? А в Legacy of the Void все очень интересно. Посмотрите, протасы не выигрывают практически ничего. Практически каждый турнир выигрывает Терран или Зерк. И так продолжалось до 2020 года. Посмотрите, 2020 год. Каждый турнир выигрывает протас. Как такое может быть? Ну и те, кто смотрит внимательно понимают, что это баланс патч. Кому мы обратимся за объяснением что за баланс патч? Конечно же к нашему покорному слуге Алексу 007. Вот он. Вот там вот Алекс. Можете поздороваться. Напишите в комменты Алекс 007 привет. И поехали разбираться. Итак, возьмем кадр из его видео. Никакого баланса в StarCraft 2 нету. Вся правда о протасах в StarCraft 2. А конкретно к его концов. Алекс предлагает варианты того, как править баланс. Кто смотрел первое видео, все помнят, что я четко объяснил, почему зелки не были имбой. Почему они на самом деле очень слабые. Но кто не помнит, не смотрел, покажу сейчас кое-что интересное. Сейчас я вам покажу, как работает баланс в StarCraft 2. У нас есть ресурс. И основной ресурс это, естественно, минерал и газ. И очень важно, сколько мы получаем за минерал и газ юнитов фактически, физически и по лимиту. То, что лимит это ограничивающий факт. К примеру, 5 зилотов против 10 мариков стоят одинаково. При этом зилоты отлично доходят до мариков и начинают их испепелять. Но вот у нас опять одинаковые по цене и по лимиту. 8 зилотов против 16 мариков. И опять Протас вроде бы побеждает без шанса. Именно такие примеры Алекс показывал в видео. Но что если 15 зилков против 30 мариков столкнутся? Уже начинает отыгрывать ренч. И уже начинает отыгрывать количество. Именно количество юнитов начинает повышаться у Терана. Понимаете, за одинаковый лимит общая ваша возможная площадь, занимаемая на карте становится больше. То есть за два лимита Протас может контролировать только одну точку на карте а Теран уже две. Зерк 4. Ну если взять перевести на зерлингов. Естественно в этот момент может выучиться Чардж. И с Чарджем конечно же имбазилки могут уничтожить мариков. Ну все же логично. Но вы не забывайте что у Терана тоже появляется стимпак и щит. А все апгрейды в Старкрафт 2 очень классно работают. Поймите такой прикол. Плюс один на атаку дает обычно плюс один на атаку. То есть ваш урон который был к примеру вот как узелка 8 за две атаки 16 становится 9 за две атаки 18. У марика было 6 урона но станет 7. И в чем суть? За одну и ту же цену вы получаете как только вы построите 5 мариков и выучите им плюс 1 они уже получат как бы дополнительного марика по дпс. А зелков чтобы получить вот этот плюс один из-за высокого урона одного зелка нужно 9. То есть нужно больше потратить ресурсов на зелков больше лимита чтобы получить выгоду от грейда в то время как террин получает выгоду от грейда уже буквально после пятого марика. То же самое с апгрейдом на щит щит дает 10 хп это 20% всех хп марика примерно и получается что эффективность всей армии вырастает на 20% и та же самая ситуация в которой вроде бы зелки с чарджем начали побеждать естественно со стимпаком и щитом начинает уже категорически абсолютно выигрываться мариками что забавно что после вот этого порога 30 лимита 30 лимита это немного зелки больше не выиграют никогда абсолютно никогда сколько вы их не добавляете они уже работать не будут потому что естественно у мариков дпс и общее там хп на армию и рейдж все остальное будет выше просто невозможно их как-то повредить зелками и так к чему это было потому что алекс вводя как бы в заблуждение небольшое всех кто не понимает про то как работает баланс и старкрафт предлагает свои варианты нерфов и это гениально не просто так абсолютно не просто так алекс прошел айкью тест с очень высоким результатом потому что я восхищен смотрите алекс предлагает сразу же первым вариантом давайте наверное стоит показать варианты варианты появлялись вот так вот то есть было пусто появился первый вариант убрать нерв зилота и пошло левый правый нижний убрать урона чаржа предлагает сразу цифры он понимает что близзы вряд ли умеют как-то считать он сразу объясняет убрать урона чаржа это значит вместо 8 урона сделать 0 урона и или повысить стоимость чаржа фишка в том что чисто математически по всем прошлым примерам как мы проходились чарж как раз таки добавлял по сути каждому зилку вроде бы урон одного зилка на самом деле половину потому что зилот делает две атаки ну вроде бы урон зилка затем алекс предлагает занерфить гвардиан шилд чтобы сентри не могли как бы давать броню на зилков это естественно невозможно такое чтобы прошло потому что сентри появляется даже без энергии на гвардиан шилд и получается если мы повысим его цену цену в магии да в энергии получится такая ситуация что ни одна сентри никогда не доживет до гвардиан шилда потому что по статистике старкрафта средняя жизнь сентри это где-то полторы секунды естественно она появляется и у нее никогда не будет возможности скастовать эту способность поэтому алекс гениально предлагает максимально абсурдную вариант абсурдный вариант того что можно как бы занерфить он понимает что ну все сразу услышат такие это какая-то ерунда типа ладно на это никто даже не смотрит все забудут сразу потом он и все вот в этот момент такие напряженные почему алекс не представляет сразу четыре варианта все напрягаются и такие ладно какой следующий какой следующий вариант следующий вариант баф контры к зилотам возвращение бонуса мином или апгрейд мином без армори то есть сделать мины чтобы они быстро были закапывались все понимают что такое вот прокси факта что такое минки которые на второй минуте у тебя уже забегают в минеральную линию а у тебя только достроилась кибернетка все понимают что да ладно бонус мином как бы не только к сожалению и к счастью зилотов уничтожает он просто уничтожал всю армию протаса абсолютно вы помните да что терраны всегда выигрывали всех и протаса в том числе вот поэтому ну опять же такое что-то над чем можно задуматься о да алекс хорошая идея но что-то не то да что-то не то давай следующий что последнее и последнее алекс предлагает снижение общих показателей хп я вам неспроста показал вот этот пример где было много мариков и зилотов для тех кто умеет считать а именно для баланс команды blizzard они сразу же этот показатель тоже откинут они понимают что а ну так зилоты и так как бы когда их больше 8 уже перестают работать зачем как бы снижать показатели хп но занерфить то надо надо занерфить чардж надо убрать вот эти 8 урона эти 8 урона это очень сильно это прям это прям мощно вот и blizzard выпускает такой огромный сразу же патч где там адептам что-то что-то наделали короче с адептами с мазершипом совсем совсем много что наделали но все с чем хоть что-то blizzard наделали с протасами все это убрали все это убрали то есть вот это все было для отвлечения внимания понимаете это все вот эта куча текста это для отвлечения внимания потому что все вот эти бафы нерфы все убрали в следующем апдете кроме одного я думаю алекс просто-напросто взял и написал blizzard что срочно пожалуйста занерфите чарж очень тяжело посмотрите он он очень сильный и что делает blizzard они посмотрев видео алекса убирают плюс 8 урона зилкам но они понимают что зилоты тогда наверное будут очень слабые и они такие думают хорошо собираются всей командой такие ребята нужно что-то сделать мы убираем ему зилку урон мы можем сделать что-то чтобы ну типа народ не жаловался что мы полностью занерфили давайте как бы занерфим но при этом что-нибудь сделаем другое вот и тут встает самый главный из близов и говорит хорошо смотрите сейчас скорость зилка после того как выучится чарж 4 13 давайте сделаем 4 72 и все сказали логично 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 ну прям ничего даже не добавить и делают скорость зилка 4 72 запомните эти числа 4 13 и 4 72 почему зилки были не имбой раньше я это четко объяснил во-первых они все равно перестают работать после какой-то отметки мариков это всегда обычно очень ранняя отметка где-то 30 лимита и у них из-за скорости 4 13 против марика который получает 3 15 плюс 1 57 то есть 4 72 мародер получает точно такую же скорость ну и все знают что все нормальные террены профессиональные играют именно в био и раньше как происходили стычки зилки вот так вот бежали врезались в мародера а затем под стимпаком мародеры и марики имеют больше скорость чем зилат и зилки раньше наносили при ударе только 8 урона понимаете 8 8 урона потому что сразу же под стимпаком уходила вся армия и зилки были бесполезны но это был не нерв это был баф ребята это был баф зилков посмотрите теперь зилки которые бегут за армией под стимпаком они будут ее догонять и дальше бить посмотрите армия не может остановиться она останавливается ударить она сразу же получает от зилта по 2 атаки понимаете по 2 атаки и теперь армия зилков может 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 она может взять и уничтожить армию Террена, потому что теперь Зелки наносят не 8 урона. 8 урона это буквально половина урона Зелка, потому что урон Зелка 8, но он наносит 2 атаки. А теперь он догоняет. Он догоняет Терна и наносит 2 атаки, понимаете? Он бьет по 16 теперь. Раньше он бил 8 и может быть 16, если повезло нанести 1 урон. Но он обычно врезался и Террен убегал. И все протасы. Протасы очень хитрые. Ребята, все протасы это понимают и знают. Потому что протасы научены историей, что нужно думать, нужно выживать в этой опасной среде, где в любой момент с каждым патчем Зергу могут дать бесплатных юнитов с самым высоким ДПСом в игре. И именно так Алекс спалился, что его любимая раса протасов. Он всех, а особенно Близзов, вот таким вот обманом заставил как бы занерфить протасов, но он знал, что этот нерф окажется бафом. И протасы только ждали одного. Они ждали одного единственного момента. Когда же Близзардам надоест поддерживать Старкрафт 2? И этот момент наступил. 2020 год. Близзы сказали, все, распускаем всю команду по Старкрафту. И посмотрите, протасы строят зелков теперь на каждом турнире и побеждает. Потому что протасы имба. А с вами был Тед. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...